Встреча с Нельсом Бору 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 На эту тему есть смешная история Про то, что Капеца-младший Однажды в разговоре со своим отцом Назвал его известным физиком На что его отец логично заметил Нет, это ты известный, а я знаменитый физик Так вот, значит, Нельс Бору Это знаменитый физик А Харальд Бор – это известный математик Я бы сказал так Оба брата увлекались футболом Как, собственно, в школьные годы, так и позже Но тут соотношение как раз обратное Если Нельс Бор никуда дальше Университетской футбольной команды Не продвинулся Харальд Бор А, там он был вратарем, кстати Харальд Бор выступал за сборную Дании И, в частности, выступал за сборную Дании На Олимпиаде какого года? 1908 года Где эта самая футбольная сборная Дании Заняла второе место В финале проиграла англичан Так что он был очень известным человеком Среди футбольных болельщиков, скажем так Член сборной, все такое прочее В 1903 году Нельс Бор поступил в университет И, в общем, там не требовалось выбрать одну специальность сразу И он обучался философией, физикой и математикой Это основные были его предметы Но потом уже он как-то решил сконцентрироваться больше на физике Но интерес к философии, в общем, его всю жизнь у него продолжался Он очень многое сделал для такого вот философского осмысления Новейшего развития физики И его времен Там он основал студенческий философский кружок Или академию такую Где студенты просто сами по себе собирали Сделали доклады, что-то обсуждали Ну, значит, в 1911 году он защитил диссертацию По электронной теории металлов Это совершенно такое прямое продолжение того, что делали, скажем, Друдя и Лоренц Электронная теория металлов Такая классическая электронная теория металлов В общем-то, очень успешно описывала немало их свойств Но среди всего прочего, что сейчас, по крайней мере, кажется наиболее интересным Нильс Бор в этой своей диссертации доказал теорему Которая сейчас называется теорема Бора-Ван Лёвен Несколько позже его доказал некто Ван Лёвен В Каландид, судя по всему И теорема это звучит так Что в классической электронной теории Невозможно объяснить магнитные свойства материалов И уж в особенности ферромагнитные Ну, если более конкретно говорить То в классической статистической механике От включения магнитного поля Свободная энергия любого тела не меняется Это очень легко понять Потому что в классической статистической механике Статистическая сумма Это есть интеграл по фазовому объему Скажем, произведение по всем частицам Частиц много, макроскопически большое число Д3РД3П Множитель тут несущественен на самом деле Множитель выяснится только в ходе развития квантовой теории А здесь будет стоять Е в степени минус H от R и тых и P и тых на T Так? Ну вот Значит В чем состоит эффект включения магнитного поля Допустим, без магнитного поля было вот так В случае, если включится магнитное поле То здесь просто вместо P и тых будет стоять минус H на A от R и това Ну а дальше совершенно очевидно Что мы можем сдвинуть переменные интегрирования Обозвать вот это каким-нибудь P штрих и там Поскольку, ну, сделать сдвиг И окажется, что статистическая сумма та же самая Следовательно, свободная энергия та же самая Следовательно, магнитный момент равен нулю То есть в классической, ну вот, электродинамике и статистической механике Никаких магнитных свойств у материалов нет Не говоря уж о спонтанной феромагнитной намагниченности Нельзя объяснить и пара- или диамагнетизм тоже Так что, вот доказательство занимает ровно одну строчку И Бор действительно первым отметил этот факт Ну, похоже, что его диссертацию не особенно широко знали физики Хотя она была опубликована целиком Но потом эту теорему переоткрыли позже И, судя по всему, независимо Ну, вот, значит, это он диссертацию защитил И в том же, в том же, да, в том же самом году Получил некий грант от фонда Карлсберга Карлсберга, прошу прощения Это был известный промышленник Который занимался производством пива В Дании Но он уважал науку И он основал некий фонд Который выдавал гранты ученым В частности, для поезда к за границу Вот Бору достался грант для поездки за границу Для усовершенствования дальнейшего в области физики На один год И он поехал в Англию Поскольку Бор интересовался электронной теорией И свойствами электронов И тем, какой вклад они дают в свойства разных материалов Он поехал к первооткрывателю электрона Джи Джи Томпсону В Кембридж, в Коменджерскую лабораторию Где тут тогда директорство Но добиться какого-то взаимопонимания Или отклика от Томпсона У него так и не удалось Он ему привез переведенную на английский язык Свою диссертацию Которую Томпсон, судя по всему Так и не удосужился прочитать И еще Бор читал, естественно Довольно много разных статей Томпсона Обнаружил в них какие-то ошибки, неточности И хотел на них указать Джи Джи Томпсону Возможно, он недостаточно хорошо При этом знал английский язык Потому что по распространенной легенде Он Томпсону заявил Профессор Томпсон Вот здесь его написали глупость Что тоже, видимо, не способствовало Особенно хорошему отношению К нему со стороны Томпсона Но в результате Проболтавшись там некоторое время Без малейшей пользы Бор решил, что В Кембридже ему делать нечего Он лучше поедет К Резерфорду В Манчестер Там ситуация была совсем другой Резерфорд Как-то сразу Довольно-таки Высоко оценил Молодого Свежезащитившегося физика Они подружились на всю жизнь И там-то Он и провел Весь практически этот год Там как раз в это время Резерфорд Опубликовал Свою ядерную модель Атома С электронами Которые вращаются По орбитам Вокруг ядра Ну и Многочисленные его Ученики и коллеги Занимались разнообразными Связанными с этим Исследованиями Со структурой атомов Радиоактивностью И тому подобное Кстати Тогда было Известно Так В общем-то Примерно И на уровне предположения Что Заряд ядра И соответственно Число электронов Грубо говоря Соответствует Половине атомного веса Но тогда Уже была сформулирована И более точная И более правильная Гипотеза Что это атомный номер Что вот Надо просто Отсчитать По порядку Таблицы Менделеева Номер Это и будет Заряд ядра Целью многих Экспериментов Было проверить Эту гипотезу Но тогда То есть оно сдвигается На две позиции Влево В таблице Менделеева Если оно Испытывает Бета Распад Излучает Электрон Заряд увеличивается На единичку Но сдвигается На одну позицию Вправо То есть Тогда Я вот Как-то Бор Всем Резерфордовцам Занимающимся Радиоактивностью Об этом говорил Но потом Это стало известно Как правило Смещения Кого-то другого Я уже забыл Точно Кто-то Его Официально Опубликовал Ну и тогда же В общем-то Бор Уже Начинал Активно Задумываться О том Что Ну поскольку Вот эта Планетарная Модель Атома Совершенно Невозможна В рамках Классической Механики Электродинамики Надо привлекать Новое Представление Надо как-то Привлекать Идеи Из Квантовой Теории Планк В частности Постоянная Планка Естественно Там нужна Потому что Без постоянной Планка Даже просто По размерности Невозможно Написать Никаких формул Для Свойств Атома Но Тогда Все эти Идеи Были у него Еще В Одиннадцатом Году Еще достаточно В общем-то Смутными И неопределенными И когда Он через год Уезжал из Англии Обратно В Данию Он Написал Оставил Некую Рукопись С Предварительными Набросками Квантовой Теории Атомов И Оставил Ее Резервуру В ней уже Содержались Какие-то Куски Основные Теории Через два Года Станет Его Знаменитыми Статьями О Модели Атомов Но Еще В общем-то Не всю Значит В Двенадцатом Году Через год Он вернулся В Данию В Копенгаген В этом же Году Женился На Маргарет Вырожденный Норлунд С которой Он прожил Всю оставшуюся Жизнь В полном Согласии И Вот В тринадцатом Году В Копенгагенский Университет Ненадолго Заглянул Хансен Который В общем-то Датчанин Но он Где-то В Германии Обретался По профессии Был Разглагольствовал На тему Возможной Структуре Атома И роли Квантовых Эффектов И так далее Хансен У него Спросил А как Мол Ваша теория Объясняет Спектральную Форму Оказалось Что Бор Вообще Никогда Ничего Не слышал О спектральных Формулах Он говорит А что это Такое Хансен Показал Какую-то Книжку По спектроскопии И Бор Потом Вспоминал Что в тот же Самый Момент Когда он Увидел Формулу Бальмера Ему все Стало Окончательно Ясно Что в общем-то Звучит Вполне Правдоподобно Значит Бор Написал В 13 Году Такую Очень знаменитую Серию Из трех Статей О структуре Атомов И молекул Хотя на самом Деле Осмысленно Из них Только первая Статья Где обсуждается Атом водорода Второй Статья Обсуждаются Более сложные Атомы Что тогда Было делать Ну как потом Стало ясно Явно Преждевременно Потому что Не были известны Самые основные Вещи Которые Собственно Управляют Структурой Более сложных Атомов А в третьей Он даже Что-то Про структуру Молекул Такое Понаписал Ну это Тем более Было все Чистым гаданием На кофейной Гущи И Те две Статьи В общем-то Никакого Особого Эффекта Не произвели Ну вот Первая Статья Про Атом Водорода Она была Действительно Очень большим Шагом Вперед А да Значит Еще Насчет Неких Ну что ли Личных Особенностей Нельсобора С Вполне В общем-то Молодого Возраста Он почему-то Совершенно Не мог Писать Статьи Сам Какое-то У него Была Полная Неспособность Есте Что-то Записать Он Обязательно Он должен был С кем-то Говорить То есть Все его Статьи Рождались В виде Ну так сказать Диалогов С кем-нибудь И Кто-то Все Предложения Записывал Поначалу Это была Его жена Потом Там Уже Появились Молодые Физики Которые Исполняли Похожие Обязанности И так далее Это Одна Вещь Вторая Вещь Бор Вообще Говоря Писал Очень Многословно Он Стремился Максимально Точно Выразить Каждую Свою Мысль И В общем В течение Всей его Жизни Написание Статей Было Для него Совершенно Мучительным Занятием Потому Что Он Всегда Был Неудовлетворен Что Какие-то Нюансы Его Мысли Оказались Изложенными Не так Как Надо Всегда Все Переделывал То есть Каждая Статья Переписывалась По Многу Многу Раз При этом Постепенно Увеличиваясь В размерах Потом Он Ее Посылал В журнал Ему Присылали Корректуру Он Начинал Черкать Эту Корректуру И Добавлять Ее Еще Что-то И так Доходило До пяти Корректур Или что-нибудь В этом Роде Но В конце Концов Он Добивался Чтобы Все Тонкие Нюансы Всех Мыслей Более Изложены Именно Так Как Надо Ну так Вот Он Значит Написал Статью Про Атом Водорода Которую Мы Сейчас Будем Обсуждать Через Пару Минут И Послал Этот Черновик Резерфорду Которого Он Исключительно Высоко Ценил Резерфорд Был Человеком По натуре Совсем Другим Он Статью Прочитал Нельзя Сказать Чтоб Он Ее Так Сказать Принял Он Вообще Коваря К Всяким Таким Теоретическим Умствованиям Относился Слегка Снисходительно Скажем Так Но Сразу Понял Что-то Что-то Очень Интересное Что может быть В этом Что-то Действительно Есть В результате Он Подробно Стал Читать Эту Статью И В соответствии Со своим Стилем Решил Что она Безумно Длинна Многие Вещи В ней Просто Повторяются По нескольку Раз Слегка Разными Словами И Что Ее Надо Значительно Сократить Вот Он Стал Вычеркивать Куски Из этой Статьи Которые Ему Показались Излишними Которые Вели прямой Дорогой К цели К Ну скажем так Объяснению Формулы Бальмера А всякие Вот Побочные Ответвления Его Совершенно Не интересовали И Поэтому Он Написал Бору Письмо Что Я надеюсь Вы не будете Возражать Если Я по своему Усмотрению Выкину Которые Через Ваши Статьи Потому что Она Сильно Длинная Но Это Письмо Разминулось По почте С Другим Письмом От Бора К Резерфорду Где он Посылал Ему Переделанный Вариант Черновика Этой статьи Существенно Дополненный Значит Поскольку Перенести То Чтобы Даже Такой Уважаемый Им Человек Как Резерфорд Что-то Вычеркивал Из его Статьи Он Никак Не мог Он Ну Плюс К тому Ситуация Получилась Действительно Несколько Неловко Резерфорд Настаивал На сокращениях А тут же Получает Более Длинный Вариант Той же Статьи Ему Пришлось Поехать Лично В Англию В Манчестер Где Он Начал Убеждать Резерфорда Что Все Те вещи Которые Он В этой статье Написал Там Позарез Необходим Ну И Дальше Это обсуждение В общем Проходило С переменным Успехом В отдельных Незначительных Местах Резерфорда Удалось Бора Убедить Что без Каких-то Явных повторений Можно и обойтись Но в большинстве Мест Бор Отстоял То что у него Написано И в результате Вот такая Вот обработанная Ими Совместно Статья Была Отослана Резерфордом В Английский Журнал Философикал Джурнал Где она была Опубликована Вполне быстро В том же Тринадцатом Году Вообще Тогда надо сказать Издательства Быстро работали Это потом Они как-то Стали Работать Заметно Хуже Хотя Сейчас Опять Начинают Работать Быстрее Ну вот Значит Статья Была Опубликована Ну И Какую Она Вызвала Реакцию В общем Разные Люди Отнеслись К ней По-разному Но На самом деле Большой реакции Она не вызвала По крайней мере Вот так вот Немедленно Эйнштейн Кстати О ней Отозвался Очень положительно Эйнштейн Потом Говорил Что-то Примерно Такого Типа Что Вот В начале 20 века Сложилось В связи с развитием Квантовой теории Сложилась Такая ситуация Когда казалось Что У нас полностью Выбили почву Из-под ног И совершенно Непонятно На каком Основании Можно физике Что-нибудь Строить Не на чем Строить Вот в условиях Этой Полной Неопределенности Нельс Бор Обладавший Могучей Интуицией Умудрился Построить Такую Вот Свою Теорию Которая Как мы Сейчас знаем Только Вполне Такая Промежуточная Отнюдь Неокончательная Умудрился Построить Эту Теорию Которая Объяснила Довольно Много Всяких Разных Фактов И Как Заключил Эту Тираду Эйнштейн Сказал Что это Высшая Музыкальность В области Мысли В общем Эйнштейн Вряд ли Могу Похвалить Сильнее Большинство Других Людей Отнесло И гораздо Более Прохладно К Этой Статье Значит Потом Что Я тут Еще Уже Некую Историю С биографией Немножко Продолжу Потом Перейдем Собственно К Сущности Дела В 14 Году Резерфорд А Ну да Бор в это Время Жил В Копенгагене Но не имел Там Какой-то Профессорской Или любой Другой Позиции В университете Резерфорд Пригласил Его в Манчестер Быть Лектором По Математической Физике Предыдущий Лектор По Математической Физике По-моему Это был Дарвин Если я не ошибаюсь Дарвин Это внук Того самого Дарвина Он там уехал Куда-то В другое место Из Манчестера Позиция Освободилась Он пригласил Ниль Собора И он там Пробыл С 14 По 16 Год После чего Вернулся В Копенгагенский Университет Уже в качестве Профессора И сразу же Стал Проводить Активную Деятельность По созданию При университете Института Теоретической Физики Ну естественно Это начинание Встречало Мощное сопротивление В связи с тем Что требовалось Много денег Строительство Здания Там То есть Пятое Десятое Но в конце концов Он все Это пробил Но это заняло Действительно Много времени То есть Он начал Это с 16 Года В 21 Году Институт Теоретической Физики Открылся И Сейчас Это то Что называется Институт Ниль Собора В общем Его на самом деле Так и называли Чуть не с самого начала Но Официально Это название Было присвоено Естественно Значительно Позже Ну И в 22 Году Ему дали Нобелевскую премию Вот как раз За объяснение Спектра Атома водорода Ну ладно Вот значит Теперь В чем Собственно Существо Этой идеи Значит Нильсбор Предложил Два Постулата Которые Ну вот В таком общем виде В общем-то Остаются Вполне Справедливыми Уже Дальнейшие Детали Пришлось Позже Менять Но Если их Сформулировать В чуть-чуть Абстрактных Терминах То они Остаются Абсолютно Справедливыми И по сей пор Значит Первый Из них Состоял В том Что Существует Стационарное Состояние Атома Имеющие Какие-то Вполне Определенные Дискретные Энергии И когда Атом Находится В стационарном Состоянии Он не Излучает А Второй Постулат Это то Что Излучение Соответствует Переходу Между Двумя Стационарными Состояниями Из состояния С более Высокой Энергией В состояние С более Низкой И при этом Аж Омега Для Перехода Из этого Состояния Внутая Это Энергия 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 Да Кстати Где-то Примерно В этом же Районе Резерфорд В письме Бору А может Даже И в том же В самом письме Где он Насчет сокращения Говорил Может В каком-нибудь Другом Высказал Очень В общем-то Глубокий Вопрос Который Действительно Показывает Что он Зрел В коре Он О резервуар Тобора Спросил Ну вот Допустим Атом Находится В каком-то Там Не первом Возбужденном Состоянии В более Высоком А как Электрон Решает Где ему Остановиться На какой Из более Низколежащих уровней Ему Перепрыгнуть Действительно Это вопрос Фундаментальный Борно Это ответил Надо сказать Абсолютно Правильно Ну То есть Не Прибавить Не убавить Ничего От этого Ответа Он написал Что это Аналогично Бранчинг Рейшо Бранчинг Рейшо Это На самом Деле В то В то Время По крайней мере Был термин Исключительно Из ядерной Физики Ну точнее Из радиоактивности С которым Резервшорт Был очень Хорошо Знаком А может быть Даже Резервшорт Его и ввел Я точно Не уверен Но в всяком случае Он был одним из первых Кто его использовал И состояло это в том Что некоторые Ядра Радиоактивные Могли испытывать Разные типы распада Либо Альфа распад Соответственно С двигом На две клеточки Влево По таблице Менделеева Либо бета распад С двигом На одну клеточку Вправо Ну и соответственно Боли к вероятности Была вероятность Альфа распада И вероятность Бета распада Вот это Называлось Бранчинг Ветвление То есть рисовались Такие красивые Диаграммы Какие ядра На чего распадаются Но в некоторых местах Эти пути Разветвлялись Ну и соответственно Боли к вероятности К этому Резерфорд Уже как-то привык Потому что он сам Этим много занимался Этими радиоактивными Семействами Еще в Канаде Он ими занимался Эти картинки Рисовал Ну так что Это должна была бы Быть ему привычная Вещь Бранчингрейшу Но для атомов Излучения Он как-то Не смог Скажем так Поверить В том что Тут тоже Имеются Какие-то такие Вероятностные вещи Что Действительно Может Излучаться Такой квант света Может излучаться Другой квант света И Можно Определять Только вероятность Этих событий То есть Тут нет такого Строгого Детерминизма Ну вот Ладно Это значит Эти самые постулаты Я их нарочно Сформулировал Особенно Первый Чуть-чуть Абстрактных терминах Просто там Стационарное состояние Но в таком виде Они я говорю Продолжают Быть справедливыми А вот Дальше Строилась Уже Конкретная Модель Которая Позволяла Вычислять Энергии Этих самых Стационарных Состояний И соответственно Частоты Спектральных Линей Значит В этой Модели Бор Рассматривал Только Круговые Орбиты Электронов Несколько Позже Через Несколько лет Зоммерфельд Обобщил Эту Модель На случай Когда орбиты Могут быть Эллиптическими Ну в общем Оказалось Что с точностью До Релятивистских Поправок Это ничего Не меняет То есть Энергетические Уровни В главном Приближении Остались Точно Теми же Самыми И одинаковая Энергия Могла быть Получена И из Круговой И из Некого Набора Эллиптических Орбит Но это мы Будем обсуждать Потом А пока Допустим Что Мы рассматриваем Круговые Орбиты Формулу Для Энергии Этих самых Стационарных Состояний Пор на самом Деле получал Если я не ошибаюсь Тремя разными Способами Одну и ту же Формулу Все три Способа Я в общем-то Не знаю А Один Который Как мне кажется Все-таки Наиболее Легко Понять Выглядит Так Ну вот Давайте Сначала Напишем Формулу Из классической Механики Предполагалось Тогда Что В стационарном Состоянии Выполняются Законы Ньютона То есть Электрон Движется Вокруг Ядра По Классическим Уравнениям Движения Но просто Разрешены Не все Орбиты А только Некоторые Выделенные А существует Дополнительное Условие Которое Выделяет Разрешенные Орбиты Ну вот Так вот Значит Если Электрон Движется Вокруг ядра По круговой Орбите То значит Ф равно Ма Так Значит Ф это Будет Так Чего Где пишет А Дай мне Тухо пишет Значит Е квадрат На Р квадрат Это будет Кулоновская Сила Это будет М на ускорение На омега Квадрат Р Так Центростремительное Ускорение Значит Я хочу Найти Связь Между Энергией И омега Частоту Обращения Поэтому Я хочу Сейчас Исключить Р Ну давайте Я его Исключу Значит Я Это Р Квадрат Перенесу Сюда И получится Что Р Будет Равняться Чему Значит М В степени Так Минус Одна Треть Е В степени Две Трети Омега В степени Минус Две Треть Правильно Не навру пока что Вы меня ловите Если я тут Навру где-нибудь Вот Теперь значит Давайте Энергию Напишем Энергия Есть Кинетическая М Омега Квадрат Р Квадрат Пополам И Потенциальная Которая Отрицательна Е Квадрат На Ну а теперь Я Р Подставлю То есть Я хочу Получить Связь Между Е И Омега Мне здесь Не нужно Значит Если я Подставлю Р То я Получу Что Одна Вторая Так М Сейчас я Буду Так Здесь Первая Степень Здесь Будет Минус Две Трети Значит Одна Треть Дальше Что Е Будет В степени Четыре Трети Омега Будет В степени Два Минус Четыре Трети Это значит Будет Сколько Две Трети Минус Минус Е Квадрат Деленый Н Значит М В степени Одна Треть Е В степени Е В степени Два Минус Две Третьих Это Четыре Трети Опять же Конечно И Омега В степени Две Трети Ну Так Это должно Быть То есть Естественно На самом деле Эта комбинация Однозначно По размерности Она должна Была Получиться Одинаковой А то Что здесь Одна Вторая Здесь Минус Единиц Это тоже Можно было Сказать Не считая Потому что Это просто Потерями Веряло Потенциальная Энергия Отрицательна По величине Вдвое Больше Кинетической Ладно То есть Это будет Минус Одна Вторая М В степени Одна Треть Е В степени Четыре Трети Омега В степени Две Трети Хорошо Ну а теперь Я Наоборот Выражу Омега Через Е Значит Что я получу Минус Два Е Будет Равняться Вот Сей Вот Той Конструкции М Одной Третьей Е Четыре Третьих Омега Две Третьих И возведу Это в степень Три вторых Да Значит Получится Что Омега Это будет Равно М В степени Так Я Возвожу В степень Три вторых Минус Одна вторая Здесь будет Е В степени Минус Два Минус Два Е Энергия Отрицательная Естественно Мы рассматриваем Связанное Состояние В степени Три вторых Вы следите Я тут могу Ошибиться Так Сходу У доски Ладно Значит Мы получили Что если Электрон Движется По круговой Орбите С отрицательной Энергией Е То частота С которой По ней Крутится Будет Вот такая А вот Дальше Как раз Следует Основное Предположение Которое В каком-то Смысле Является Обобщением Того Что делал Планк Планк Имел дело Только с Гармоническим Осциллятором Тут мы имеем Совсем Другую Ситуацию Тут У нас Омега Зависит От Е В отличие От осциллятора Ну вот Поэтому Предполагается Какое-то Обобщение Обобщение Состоит В том Что Энергия Может быть Не любой А она Может быть Вот какой Она может Быть H Омега На Ф Н Не Н Какая-нибудь Где H Вот это уравнение Надо решить Ну а дальше Все через FAT Можно выразить Но если мы Про FAT Ничего не знаем То от этого Как бы нет Никакой пользы Мы пока ничего Не добились Как можно найти Вот эту самую Функцию FAT Для этого Бор Использовал Такие Соображения На самом деле Это самая Ранняя форма Принципа Соответствия Которым Он потом Много лет Будет активно Пользоваться Везде Где только Можно Значит Если Мы рассматриваем Атом Подорода В высоко Возбужденном Состоянии То вот Низкие уровни Они Скажем Сильно Отличаются Друг от друга Более высокие уровни Становятся Очень близки Труб Другу И Ну вот Стремятся К нулю В этой области Вблизи Вот этого Самого Нуля Должна Работать Классическая Механика И классическая Электродинамика Это когда Электрон Очень далеко От ядра Размер Большой Там Должна Работать Классическая Теория Значит По Квантовой Теории Частоты Переходов Между Вот этими Высоко Возбужденными Состояниями Где-то Вот здесь Где уровни Уже Очень плотно Находятся Это будет Е Н Минус Е Н Минус Дельта Н Где Ну Н Большое Дельта Н Порядка Единицы Ну Может быть Не одна Единица А несколько Единиц Но тем не менее Дельта Н Мало По сравнению С Значит Это можно Записать Примерно Приблизительно Можно записать Как Д Е Н По Д Н Умножить На Дельта И вот Теперь Мы Видим Что Действительно Классика Работает Потому Что В Классике Эти Частоты Должны Быть Равны Это Омега Излучаем А Фасон Так В Классике Они Должны Равняться Омега Вращение Электрона Умножить На Некое Целое Часло Это Целое Часло Будет Наша Дельта То То есть Чтобы То есть Это Поскольку Электрон Не совершает Гармонических Колебаний Совершает Какое-то Более Сложное Движение То Там Есть Не только Первая Гармоника Но и Более Высокие Гармоники То То есть При Дельта Н Равном Единице Мы Получаем Основную Гармонику При Вообще Говоря Могут Быть Более Высокие Значит Чтобы Вот Когда Н Велики Н Можно Рассматривать Фактически Как Непрерывную Переменную Чтобы Возвращалась Применимость Классической Электродинамики Классической Теории Излучения Надо Чтобы Дельта Е Де По Дм Равнялась Омега Равнялась Частоте Обращения Электрона В Классике Которую Мы Как раз Сейчас Посчитаем Вот Значит Должно Выполняться Вот такое Вот Уравнение Которое Является Первым Примером Принципа Соответствия Ну давайте Значит Посмотрим Что Бор Предположил Бор Предположил Что для Энергии Имеется А Аш Омега Конечно Я тут Где-то Аш Я пропустил Вот здесь Аш Пропустил Так Вот здесь Я аш Пропустил Раз я Эту штуку На Аш Умножил Эту штуку Тоже надо на Аш Умножить Вот так Правильно Значит Тогда По Гипотезе Аш На Д Вот Чего Омега На Эф АТ По Д М Ну Равняется Аш Омега Вот Так Значит Это Неизвестная Функция Ф Должна Быть Не любой А должна Волитерировать Вот таком Вот уравнении Ну аж Можно благополучно Сократить И что Тогда Получится Давайте смотреть Что получится Значит Д Омега Д Омега По ДН Чтоб оно Нам тут Не мешало А Д Омега Подаем Сейчас Может быть Уже Не самым Простым Путем Пошел Сейчас Я взгляну А Во-первых Я знак Уже Перепутал Естественно Здесь Надо Поставить Минус Потому Что Нас Интересуют Отрицательные Ановки Значит Здесь Надо Поставить Минус Вот Здесь Здесь И здесь Во-первых А во-вторых Значит Д Омега По ДН Можно Переписать Как Д Омега По ДЕ На ДЕ По ДН Где ДЕ По ДН Можно Опять Сразу Подставить То есть Наше Исходное Предположение Было Вот таким То есть ДЕ По ДН Это Просто Она Просто Сейчас Что-то Запутался Как Сейчас Решать Это Уравнение Значит ДЕ По ДН Это Омега Хорошо Я еще раз Перепишу Это Уравнение Значит Будет Что Минус Д Омега По ДЕ Д Омега По ДЕ Мы сейчас Найдем Не зря Мы связь Омега И Е Находили Умножить На H Омега И умножить На F Минус Омега На F Штрих Опять Я где-то H пропустил Равняется Омега Наверняка Я где-то Пропустил H Потому что Такого Явно Не может быть H Должно Сократиться Омега Омега Это просто Это просто Вот у нас Есть Омега Значит Значит Смотрим Еще раз Значит Будет Три вторых Омега На Е А Е Я заменю Тут же Немедленно На Минус H Омега И на F Так Дальше Здесь стоит Омега А здесь Стоит F И все Минус F Штрих Равно И делится Так H Тут наверняка Нету Омега Должна Сократиться Значит Окончательно Должно Получиться Что F Штрих Равняется Одной Второй Вот если Не ошибаться Я все это Вычисление Проделал Я их проделывал Естественно Дома Боюсь Что я тут Где-то Наврал По пути Значит DF Pdm Равно Одной Второй Откуда F Равно N По полу Вообще говоря Плюс Константа Все вот эти Самые Рассуждения С Дифференциальным Уравнением Которые Следуют Из Принципа Соответствия Про эту Константу Ничего Не говорят Оно Вот мы Сейчас Увидим Буквально Через Одну Минуту Что Чтобы Воспроизвести Формулу Бальмера Для спектральных Линей Надо Эту константу Просто Выкинуть Положить Равный Равный Вот это И есть Такой Вывод Ну Не Вывод Вывод Должен Быть Как-то Логически Обоснован А Некая Вот такая Гипотеза О том Как Устроены Дискретные Уровни Атома Водорода Ну Давайте Посмотрим Чему Это Пополам Прямой Значит Энергия Этого Эдного Уровня Это Будет Соответственно Минус H На Омега Которую Я вот так Сейчас Напишу M В Минус Одной Второй E В Минус Второй Минус Два E В степени Три Второй И все Это Умножается На М Пополам Ну А сейчас Благополучно Вот эту Двойку Этот Минус Перенесу В левую Часть Чтоб Они Опять Дали Минус Два E А теперь Даша Легко Найти Энергию Так Теперь Я вот это Сокращу Вот с этим И получу Здесь степень Одна Вторая В результате Получится Что Минус Два Е Получится Равно Единица Делить На Вот Этот Коэффициент Который Перед Ней Здесь Стоит А Ну И Най К тому Ну Одна Единица На H М Минус Одной Второй Е Минус Второй Н Ну Окончательно Е Получилось Равно Соответственно Нет Здесь А Н Сейчас Все в квадрате Все в квадрате Все в квадрате Вот так Значит Это будет Минус Н В Четвертой На А Вот здесь еще какой-то H H я не забыл А H Вот он Правильно На H Квадрат Н Квадрат Вот так Нет Вот правильно Значит Отсюда Что Двойку Там же было Правильно Двойку Да Двойку Надо Правильно Значит Это и есть Фактически Формула Бармера То есть Частота Спектрационной Линии Которая Излучается При переходе Из Там Одного состояния В другой Из Н В МТ Будет равна Вот что-то Чем-то она Будет равна По формуле Бармера Это будет R Вполне Знаменитая Константа Риттберга На Единица На М квадрат Минус Единица На Н Где Теперь Бор знает Чему равна Константа Риттберга Бор знает Что-то Будет М Где Четвертый На 2 H Ну Еще Одну H Потому что Я на H Должен поделить Что-то Померло Ставить Ну вот Вот этого Точно Не знал Никто До Этой Статьи Нильса Бора И Если Подставить Ну там Известные В то Время Значения Е И H Которые То Получится Действительно Нечто Соответствующее Хотя Было Известно С гораздо Большей Точностью Это Величина Спектроскопическая Спектроскопия Все Измерялось С очень Высокой Точностью Эти Вещи Е И H Были Известно Заметно Меньшей Точности Но Тем Не Менее Все Вполне Замечательно Согласовывалось Ну Теперь Значит Что Ж А Ну да Если бы Мы Вдруг Почему-то Выбрали Не нулевую Константу Интегрирования Этого Дифференциального Уравнения Здесь На стоян Стояло бы Н Плюс Константа Что Кстати Вполне Соответствует Формулам Которые Риттберг Получил Для спектров Щелочных Металлов Но для водорода Этой Добавки Не надо Значит Тогда Это Значит Тринадцатый Год Уже Это уже Время Заметно Более Позднее Чем То Про что Мы обсуждали В прошлый раз Когда Там Были Всякие Эмпирические Формулы Для спектров Но И Были Уже Известно Много Разных Спектральных Серий Спектральных Серий Атомарного Водорода То есть Была Была Известна Серия С М Равной Единица Это Значит Серия Лаймана Которая Вся В Ультрафиолете Была С М Равной Двойки Это Серия Баннера У Которая Четыре Видимых Линии А Следующая Где-то В Ближнем Ультрафиолете Была Известна Серия С М Равной 3 Серия Пашина Это В Инфротразной Области Все Они Блестяще Описываются Вот Этой Самой Обобщенной Формулой Баннера Но Были И Какие-то Любопытные Факты К тому Времени Накоплен Лайман Открыл Это Где-то В 1906 Или Около Того Ну Пальмар Свою формулу Он написал 1880 Каком-то Не помню Типа 85 Что ли Или 80 Пашин Тоже 1900 Каком-то Это Уже Более Новое Достижение Была Такая Какая-то Загадочная Серия Спектральных Линей Которую Наблюдали Сначала Спектрах Звезд Но Потом Ее Наблюдали И в земных Экспериментах Этой серии Пикеринга Которая Описывалась Все той же Самой Формулой Боймера Но С Н Равным 2,5 А Н Равным Соответственно 3,4,5 Это Серия Пикеринга Которая Ни в какие Ворота Не лезет Соответственно Потому что По теории Бора Должна быть Именно Вот такая Формула С целыми Числами Более того На самом деле Была еще Одна Какая-то Загадочная Серия Про нее Меньше Говорилось Как она Называется Я даже Сейчас наизусть Не помню Но это Я сейчас Скажу Значит Была Еще Одна Загадочная Серия Фаулера А Я неправильно Написал Прошу Прощения Как раз Серия Пикеринга Это Когда Вот это Число Целое А вот Эти Это 5 Вторых 7 Вторых А Была Еще Серия Фаулера Которая Как раз Наоборот Имеет Не целое М Это Когда Вот здесь Три Вторых А М Равно 2 3 И так Почему-то Больше Обсуждалось В литературе Именно Серия Пикеринга Что это Такое Бор На самом деле Сразу Догадался Где тут Зарыта Собака Он Сказал Это На самом деле Спектральная Линия Не водорода А Однократно Ионизованного Гелия Когда У нас Есть Однократно Ионизованный Гелий То Спектральные Линии Для него Описываются Такой же Формулой Только Р Для Гелия Будет В 4 Раза Больше Но Е Квадрат Это Взаимодействие Электрона С ядром Водорода А Взаимодействие Электрона С ядром Гелия В 2 Раза Больше Значит Это Будет 4 На Р H Поэтому Спектральные Линии Гелия Будут Описываться Вот такой же Формулой С лишней Четверкой Вот здесь И поэтому На самом деле Вот эти Все Н и М Надо удвоить То есть В частности Серия Пикеринга Это Переходы На Уровень М Равно 4 Однократно Ионизованного Гелия С уровней 5 И так Далее Точно Так же С серией Фаулера С серией Фаулера Это Переход На Третий Уровень Однократно Ионизованного Гелия Хорошо Это Он по-моему Насколько Помню Написал Прямо В первой же статье Объяснение Вот этой Самой Серии Пикеринга Тем более Что В начале В звездах Обнаружили Там гелия В общем-то Много Ничего Удивительного В том числе Однократно Заряженных Ионов Гелия Достаточно Много Но Дальше Спектроскописты Которые 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 Научились Все Измерять С очень Высокой Точностью Можно Вопрос Ага Вы сказали Что В этой серии Видели Люди А как Они Подорож С гелиями Ну Значит Там Прямись Гелия У них Была У этих Спектроскопистов Считать Вот по такой Вот формуле То получается Чуть-чуть Неправильное Положение Этих Спектральных Линий На что Бор Чуть-чуть Подумавши Ответил Совершенно Логичным Образом Что Вот в этой Вот Формуле Л Это на самом деле Приведенная Масса А не Масса Электрона А приведенная Масса Электрона И Протона И приведенная Масса Электрона И Драгелия Чуть-чуть Отличаются Как раз Там Вот в четвертом Знаке На несколько Единиц Четвертого Знака Если учесть Вот это Вот Обстоятельства Да То есть Вот эти Эры Известны Гораздо Точнее Эту формулу Бесполезно Было бы Проверять H И Е Не были Известны С четырьмя Значащими Цифрами А вот эту Формулу Проверять Уже Можно Потому что Обе Вот этих Константы Риттберга Были Известны В полне Высокой Точности И Вот Если Сюда Добавить Соответствующую Поправку Ну Сейчас Не лень Ее Выписывать Это Отношение Приведенных Масс Для Этих Двух Систем Получается Идеальное Согласие С Наблюдаемыми Спектральными Линиями И Вот А тут Уже Действительно Люди Стали Относиться После Вот этого Объяснения Серии Пикеринга И серии Фаулера Которая Что-то Гораздо Меньше Упоминалось Стали Относиться Гораздо Более Серьезно К Модели Бора Атома Водолок Еще одним Подтверждением Теории Бора Которая Последовала Очень Быстро Был Эксперимент Франка Герц Эксперимент Франка Герц Они Занимались Довольно Много Лет Измерениями Потенциалов Ионизации То есть Ну Примерно Это выглядит Так Вот Берется Такой Сосуд Подтолковатый У него Вставляются Электроды Я очень Схематически Рисую На самом деле Там геометрия Была Какая-то Другая Здесь Подается Ускоряющее Напряжение Вот Отсюда Вылетают Электроны И они Ускоряются На вот этой Разности Потенциалов Теперь Они летят Сюда Здесь Какой-то Газ Находится Ну А здесь Например Например Вот в том Опыте Франка Герца Про который Я собственно Говорил Здесь подается Наоборот Тормозящее Напряжение Которое Слишком Медленным Электронам Не дает Долететь До вот этого Электрода И создать Здесь Ток В этой Цепи Значит Они В основном Занимались Изучением Потенциалов Ионизации Смотрели Когда Удар Вот этим Электронам Сможет Ионизовать Атома Там Какого-нибудь Инертного Газа Например Который Тут Содержался Но Вот Именно В данном Случае В опыте Который Они проводили В 13 Году И опубликовали В 14 Здесь У них Содержались Пара Туки И Обнаружили Они Следующую Картинку Что Ток В зависимости От напряжения Вольтаперная Характеристика Это Штуковина Выглядит Примерно Так С ростом Напряжения Вот этого Вот Ускоряющего Ток Естественно Растет Некоторые Моменты Уберет И падает Потом 5 Начинает Расти Потом Опять Падает И Таких Вот Падений Наблюдали Несколько Я уж Не помню Сколько Но Штуки Три Та уж Точно Причем Они Распределены Равномерно Вот Если Это Назвать Умоль То Вот Это Будет 2 Умоль Потом Будет 3 Умоль Значит Сначала Франко Герц Пытались Интерпретировать Это Умоль Опять же Как Потенциал Ионизации Ртути Но На самом деле Потенциал Ионизации Тут Ни Причем Борг Как раз Дал Другую Интерпретацию Этого Результата Состоящую В том Что Умоль Это Разность Энергии Основного Состояния Атома Ртути И первого Возбужденного То есть Это Минимальная Возможная Энергия Которая Требуется Чтобы Возбудить Атом Ртути Тогда Что происходит Почему Здесь Ток Падает Потому Что Когда Энергия Этих Электронов Становится Вот Такой Вот Достаточно Большой Чтобы Когда Энергия Меньше Сначала Когда Энергия Меньше То Электроны Конечно Сталкиваются С атомами Ртути Но Эти все Столкновения Упругие Энергия Электрон Не теряют Этим Энергия Энергия Соответственно Они Не долетают До сюда И Ток Уменьшаются Дальнейшие Вот Эти Падения Это Когда Электрон Испытал Два Неупругих Столкновения Три Неупругих Столкновения С атомами Ртути По-моему Они Три Видели Насколько Я помню Вот Примерно Такая Была Партика Ну Вот Причем Франко Герц Сначала Как-то Они Не Очень С этим Хотели Согласиться Но Через Некоторое Время Им Пришлось Признать Что Объяснение Аборота Как Раз Правильно И Более Того Позже Кто-то Другой Уже Не Франко Герц Ставили Этот же Эксперимент Но Дополнительно Смотрели За тем Ну Вот За излучением Которое Из этого Из этих паров Ртути Исходит И Обнаружили Что Как только Напряжение Превышает Вот Эта Самая О0 Так Появляется В спектроскопе Линия Спектра Ртути Которая Как раз Соответствует По Теории Бора Переходы Из первого Возбужденного В основное Состояние А На самом Деле Этот Та факт Раньше Как раз Бор И Использовал Для того Чтобы Сказать Что Это Первое Возбуждение Он Использовал Тот факт Что Это Напряжение Было Не С безумно Высокой Точностью Измерено Но Более Менее Хорошо Определено Что Это Напряжение Если Его Одной Из Хорошо Известных Линии Спектра Артути И что Именно Эта Линия Спектра Артути Она Как раз Имеет Самую Маленькую Частоту То есть Она Соответствует Переходу Из Первого Возбужденного В основное Состояние Ну Ладно Вот Значит Опыт Франка Герца Эхо Статья Была Опубликована В 914 Году В следующем За Статьями Бора Дал Такое В общем То Еще Одно Подтверждение Того Что Все Это Очень Даже Соответствует Действительности Так Дальше Что Ну Дальше Я как раз Хотел Рассказать А Ну да Вот еще Важная 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 Вещь Да Правильно Вот это я Сейчас Расскажу Значит В 16 Году Эйнштейн Уже Опираясь На Ну Постулаты Теории Бора В общем-то Не на детали Детали Как именно Устроен Спектр Водорода Ему были Не нужны А вот Эти Самые Два Постулата Про То Что Излучение Происходит При переходах Между И так далее И так далее Он Опираясь На Постулаты Теории Бора Предложил Еще один Уже Какой-то И плюс Первый Вывод Распределения Платка Но Этот вывод Действительно Очень любопытный Потому что Он В него Заложил Совершенно Новое Представление Новое Представление О том Что Существует Спонтанное Излучение И вынужденное Излучение Вот Он сказал Вот Что Давайте Рассмотрим Какой-нибудь Атом Все равно Какой Рассмотрим Два Его Состояния С какими-то Амерциями Первая И вторая Но Рассмотрим На самом деле Много Газ Допустим Допустим Есть газ Вот таких Атомов Которые Имеются При температуре Т Тогда В этом Состоянии Будет Сколько Атомов Что-то Пропорциональное На Е В степени Минус Е1 А в этом Что-то Пропорциональное На Е В степени Минус Е2 То бишь Поменьше Распределение Больсмана Ладно Но Теперь Еще Рассмотрим Наряду С этими Атомами Излучение Излучение Соответствующее Вот этой Вот частоте Частоте Омега Которая Может Излучаться При переходе Отсюда сюда Или поглощаться При переходе Отсюда сюда Для поглощения В общем-то Довольно Очевидно Что Можно написать Что Сколько Энергии Будет Поглощаться Поглощение В Под Достей Сколько Энергия Будет Поглощаться В единицу В Будет Некое В Для перехода Из первого Состояния Во второе Это просто Некий Коэффициент Будет Спектральная Плотность Излучения Вот при нужной Частоте И Будет Н1 Число Атомов В Вот этом Самом первом Состоянии То есть Все что Неизвестно То есть Как именно Атом поглощает Излучение Нужной частоты Сидит Коэффициенте П Ладно Здесь вроде бы Все очевидно Чем больше Излучение С этой частотой Есть Тем больше Единицу Времени А вот Для излучения Эйнштейн Написал Более Интересную Пофиг Сколько Излучается Энергия Веденицу Времени А вот Сколько Это будет А 2 1 Плюс Б 2 1 На В Все это На Н2 То есть Вот это Спонтанное Излучение Которому Совершенно Пофиг Имеется Уже Излучение С такой Частотой Или нет А вот Это индуцированное Излучение Которое Пропорционально Количеству Уже Имеющегося Значит Это Вот Было Предложено Впервые Никто Про Такую вещь Как индуцированное Излучение До Эйнштейна Не говорил Ну А вот Значит Если мы Примем Вот такие Предположения То Состояние Равновесия Сколько Излучается Столько Поглощается Нет Никакой Передачи Энергии Со временем Атомов Козлучению Или наоборот Значит В 1 2 На В На Е Степени Минус Е1 На Т Должно Равняться А 2 1 Плюс В 2 1 На Тополь На Е Степени Минус Е 2 На Т Ну Или Если Эти Экспоненты Соберу Вместе Вместе Что Что Можно Сказать Про Эти Самые Коэффициенты Можно Сказать Заранее Несколько вещей Первая Вещь Состоит В том Что Когда Температура Стремится Бесконечности Плотность Энергии Излучения Тоже Стремится Бесконечности Тогда Вот эти Величины Очень Большие Это Нет Эти Должны Равняться Друг Другу Претект Бесконечности Значит Экспонентов Единицы Стремится В При этом Сокращаем И получаем Что Отсюда Следует Что В 1 2 Равняется В 2 1 То 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 Коэффициенты Поглощения И Вынужденного Излучения Одинаково Это Просто Следует Вот Из Вот Этого Предельного Случа Теперь Смотрим Другой Предельный А Ну Теперь Можно Просто Написать Ответ Для начала Для начала Можно Написать Ответ Для W Для Спектральной Плотности Равновесного Излучения Значит Поскольку Эти Б Одинаково Ну Это Я Сюда Перенес И Получится Что W Равняется A 2 1 На B Скажем 2 1 Без разницы Они Одинаковые И умножить На Единицу На В В Степени H Омега На Т Минус 1 То Уже Видите Что Начинает Появляться Что-то Знакомое Чтобы Зафиксировать Вот это Отношение Которое Тут Стоит Рассмотрим Еще Придвижный Случай Когда Омега Стремится К нулю Тогда Должна Работать Классика Классическое Распределение Ролея Джинса Тогда Вот по этой Формуле Будет А 2 1 На B 2 1 На Т На А Омега Так А с другой стороны Оно должно Быть Равно По Распределению Ролея Джинса Оно должно Быть Равно Так Значит Омега Квадрат С На Пи Квадрат С Ну Белых Т Входит Одинаково Что Уже Вполне Приятно А И Б Это Константы Они Не Зависят От Всяких Внешних Условий Типа Температуры Значит Отсюда Мы Получаем Что А Коэффициент Спонтанного Излучения Делить На Коэффициент Индуцированного Излучения Или Поглощения Что Есть Одно И Тоже Должно Быть Равно А Омега Куб На Пик Квадрат Сотношение Эйнштейна Это называется Ну А если Эту штуку Вот сюда Подставить То Мы Получим А Омега Куб На Пик Квадрат Сотношение На Е Степени А Омега На Т Без Е То есть Получили Формулу Планка Этот Формулу Планка Основан Совершенно На Других Исходных Положениях И Ну Вот Исходным Положением Является Вот это Фактически То что Есть Спонтанное Излучение Есть Вынужденное Излучение Которое Пропорционально Уже Имеющейся Плодности Излучения Ну И Вот Это Самое Вынужденное Излучение Естественно Как Вы Все Очень Хорошо Знаете Явилось Много Позже Основой Лазеров Мазеров И Прочих Им Подобных Вещей И Все Это Следует Вот Из Этой Самой Работы Эйнштейна 1916 Года То есть Не И сейчас Конечно Оно Что-то Доказало То Что Мы Исходя Из Вот Такой Гипотезы Получили Правильное Распределение Вообще Говоря Не Доказывает Самую Исходную Гипотезу Но С другой Стороны Это Очень Сильное Свидетельство В Пользу Ну И Теперь Значит Так Значит Люди Переходим Немножко Сейчас Другой Теме Люди Стали Интересоваться Ну Что Было Вполне Логично И Очевидно Как Можно Обобщить Ну Вот Это Правила Квантования С Гармонического Осциллятора На Какие-то Другие Более Сложные Системы Все-таки Гармонический Осциллятор Штука Очень Простая В Бор Как-то Догадался Какое Будет Правило Квантования Для Электронов Кулонов Скампуля Да И Догадка В общем-то Она Была В тот Момент Только Для Круговых Орбит И так Далее Но Хотелось Быть Что-то Более Общее Чем Вот Случай Собственно Гармонического Осциллятора Ну И Наиболее На самом деле На самом деле Там Много Народа Участвовало В этом Обобщении Один Из них Был Пауле Ренфест Который Предложил Адиабатическую Гипотезу Которая В общем-то Работала Для Более Широкого Круга Задач Чем Просто Гармонический Осциллятор Потом Позже Адиабатическую Гипотезу Ренфеста Активно Стал Использовать Нельс Бор И Стал Ее Называть Адиабатическим Принципом Бор Очень Любился Принципа Вот Принцип Соответствия Адиабатический Принцип Это Более Основные Его Рабочие Инструменты В Более Поздние Года Развития Старой Квантовой Теории Ну вот Значит Я сейчас Скажу Пару слов Про Пауля Ренфеста Человек Это Очень Интересный Значит Родился Родился В 1880 Году В Вене Столица Австро-Венгерской Империи Значит Родился Он В Еврейской Семье У которой Была Бакалейная Лавка Его Отец Был Владельцем Бакалейной Лавки В Рабочем Районе В таком Довольно Дочерей У них не было Было Пять детей Все Мальчики Значит Учился он Естественно В гимназии Еще В детстве Он Производил Впечатление На всех Окружающих Ну Своим Таким Логическим Подходом И умением Критически Мыслить Скажем Так В частности Он Еще В очень Раннем Возрасте Начал Обращать Внимание На Несуратности И несоответствия Скажем В Библии И В других Местах Тоже То есть Демонстрировал Логический Склад Ума Его Самый Старший Брат Был Довольно Способным Инженером Он В частности Сделал Самодельный Телефон Лавка Была На первом Этаже Естественно А семья Жила На втором Этаже Он Сделал Телефон С первого Этажа На втором Который Работал Он Сделал Еще Несколько Каких Полезных Приспособлений Таких Домашних Все Это Производило На Самого Младшего Брата Большое Впечатление Брат Ему Объяснял Как Работает Электрический Звонок Как Начался В гимназии Похоже Что Он Не Был Там Особенно Счастлив По Тем Примерно Причинам Что Там Все Сводилось К Зазубриванию И Заучиванию В 1899 Году Он Поступил В Венский Университет Где Слушал Лекции Больцмана И Хазинер Для Его Ученика И На Всю Жизнь Он Стал Приверженцем Идеи Больцмана Все Время Занимался Каким-то Развитием Уточнением Лучшим Пониманием И так далее Это стало Его Такой Постоянной Темой Хазинер Это Ученик Больцмана Который Позже Во Время Первой Мировой Войны Его Убили На Фронте И Шерерингер Который Тоже Бол Учеником Больцмана И Хазинерля Когда он Получал Свою Нобелевскую Премию Сказал Про него Что Если бы Хазинерля Не убили Вероятно На моем Месте Сейчас Стоял Бол То есть Он Очень Высоко Ценил Ну Больцман Понятно Занимался Его Очень Интересовала Природа Необратимости То Как Можно Обосновать Возрастение Антропии Это Стало Постоянной Темой Раздумий Ренфеста А потом В 1901 году Больцман Куда-то Из Вены Уехал Временно Впрочем Сразу Венский Университет Потерял Свою Привлекательность Для Ориенфеста И он Поехал В Гетинген Гетинген Бол Столицей Немецкой Математики Где Более Такие Столпы Математики Как Гильберт Клейн Ну Там И другие На самом деле Довольно Известные Математики Он Тогда Ходил На лекции Клейна Там же На лекциях Клейна Он Познакомился С русской Студенткой Татьяной Афанасьевой На которой Через Несколько лет И женился Это была Одна из Первых Русских Девушек Которые Получили Образование В России И потом Поехали Заниматься Физикой И математикой Где-то В Европе В Кетинге В частности В 1903 Году Он Вернулся В Вену Поскольку Гольцман Туда Вернулся В 1904 Году Защитил Диссертацию По классической Механике На некую тему Которая Не имела Никакого Отношения К тому Чем Он Занимался В дальнейшем Диссертация Сама По себе Была Вполне Нормальная Разумная Но Ничего Такого Выдающегося В ней Не содержалось В 1904 В 1904 Году Он женился На Таня Через Некоторое Время У них Родилась Дочь Старшая Из трех Детей Дочь Которую Тоже Назвали Таня Которую В семье Назвали Таня Штрих Значит Потом Некоторое Время Они Обитали То в Вене То в Кэтингене Павли Оренкес Пытался Найти Работу Доцентом Какого Нибудь Университета Но Это ему Как-то Никак Не удавалось И Наконец Возможно Поддавшись На уговоры Жены Возможно По другим Причинам В 1907 Я забыл Рассказать Еще один Забавный Эпизод Который На самом Деле Важен По законам Австро-Венгрии Запрещались Браки Между Представителями Разных Конфессий Разных Религий Они были Разные Религии Он был Еврей Она была Православная Христианка То есть Их не могли Поженить Тогда Но В этих Законах Содержалось Такое Положение Что два Лица Без Религиозной Принадлежности Могут Жениться Тогда Они Оба Отказались От своей Религиозной Принадлежности И стали Официально Без Религиозными Это Было Очень Необычно После Чего Они Пошли Куда Положено В мэрию И Зарегистрировали Брак Чисто Гражданским Образом Без Церковного Венчания В 1907 Году Они Поехали В Петербург Ренфест Надеялся Что Там Удастся Получить Постоянную Преподавательскую Работу В конце Канцов У него Это Не получилось Через 5 лет В 12-м году Он вернулся В Европу Но 5 лет Они прожили В Петербурге Там Как раз Был первый Казус С этим же Обстоятельством Связанный Для Русских Соответствующих Чиновников Которые Оформляли И потом Продляли Вид на жительство В России Было совершенно Непонятно Как этот человек Может не иметь Религиозной Принадлежности Это В паспорте Писалось Это Писалось Не национальность Писалось Религиозная Принадлежность Этот самый Чиновник Говорил Что Так Не Может Быть Надо Что-то Сюда Написать В Графу В качестве Последнего Аргумента Он Говорят Вот Если Вот У нас Умрите На Каком Кладбище Вас Хоронить На Что 20000 Летний Рентгест Его Заверил Что В ближайшее Время Он Умирать Не Собирается Поэтому Этот Вопрос Несущественный Ну Вот Значит Там Он Наиболее Близко Подружился С Иофи Абрам Федорович На самом деле Они Познакомились Раньше Иофи Был Учеником Рентгена Жил В Германии И Где-то В Германии Они уже Встречались Пересекались Были Знакомы Но Не Очень Близко Близкими Друзьями Именно Вот В этот Петербургский Перед Они Стали Действительно Наиболее Близкими Пожалуй Что Друзьями Павлер Ренфест Вел Какие-то Вспомогательные Или необязательные Курсы В Политехническом Институте В Петербурге Но Постоянного Позиции Он Так Вот За 5 лет Там И не Добился Он Основал И Проводил Семинары У себя Дома Такие Домашние Семинары На которые Собирались Молодые Петербургские Физики Там же У него Появились Фактически Первые Ученики Такие Как Крупков Например Математики Для Физиков Принимали Математики И Составляли Соответствующую Программу Программа Была На полном Уровне Как для Чистых Математиков И в результате В течение Нескольких Лет Ни один Физик Не мог Сдать Магнитерский Экзамен Настолько Сложным Был уровень Который Задавали Чистые Математики Правда К чести Математиков Надо сказать Что они И своих Математиков Столь же Охот Нарезали Но для Физиков Это был Совершенно Неприемлемый Лысокий Уровень Значит Пол И Молодые Физики Петербурга Того Времени Активно Боролись С этой Ситуацией Но Ренфест Решил Что Чтобы Бороться С этой Системой Приема Экзаменов Надо их Сначала Сдать Значит Он Действительно Сдал По полной Вот этой Программе Школы Стеклова Высочайшего Математического Уровня Все эти Магитерские Экзамены Но после Чего Они добились Некоторого Смягчения Что Все-таки Для физиков Должен Быть Менее Обчурный Круг Тем Которые Им Полагается Знать По Математике Значит Не найдя Никакой Постоянной Работы В 12 Году Оренфёст Поехал Вояж По Европейским Городам Посетил Львов Где был Смолуковский Посетил Лейпциг Посетил Вену Свою Родную Посетил Берлин Посетил Мюнхен Где Встретился С Джеммерфельдом И Самое главное Посетил Прагу Где В это Время Как раз Находился Эйнштейн Я уже рассказывал Это был Не очень длинный Перед Когда он был Профессором В немецком Пражском Университете С Эйнштейном Ренфёст Уже тогда Был знаком По переписке Поскольку он Интересовался Теорией Относительности Обменивались С такими-то Письмами Но Именно Тогда Они Впервые Встретились Волочию И Подружились Очень крепко На Всю жизнь То есть Эйнштейн Стал Одним Из самых Близких Друзей Ренфеста Эйнштейн В это Время Уже Собирался Из Праки Вернуться В Цюрих Где Ему Предложили Позицию В тамошнем Университете И Он Эйнштейн В смысле Активно Проталкивал Идею Чтобы Эйнштейн Назначили Его Преемником Профессором Университета В Праки Но По законам Тогда же Полагалось Что Профессор Университета Должен Опять же Написать Свою Религиозную Принадлежность В соответствующем Документе На что Эйнштейн Категорически Отказался Это делать Эйнштейн Ему Говорил Да ну Тебя Напишу Что ты Протестант Кто там Будет Разбираться Против Чего Ты Протестуешь Но На Эйнштейн Отказался В результате Его не удалось Устроить В университет Праге Эйнштейн Проводил Очень активно Компанию Пытаясь Привлечь его В Цюрих Где он сам Устроился Профессор Но Ничего не получилось Там не было Свободных Вакансий В общем Мы его там не взяли Значит В результате Всего этого дела Вся эта поездка Как бы Кончилась Ничем Но в том же 12-м году Эйнштейн Эйнштейн Уже вернувшись В Петербург Получил вдруг Неожиданно Письмо От Лоренца Из Лейдена Где Лоренц Задавал ему Кучу вопросов На первой Стоять Очень понятно С какой целью То есть Лоренц Очень интересовался Как обстоят Дела с физикой В России Кто там есть Из активно Работающих Физиков Получил ли Эйнштейн Российское Гражданство В общем Задавал кучу Всяких вопросов На которые он ответил А еще через некоторое время Он получил Другое письмо От Лоренца В котором Вот уже Черным по белому Написал Что он собирается Из Профессоров Лейденского университета Уйти в Ну Что-то Как это там называется Типа Почетный профессор В общем Уже такой Это такая Какая-то Должность Скорее Почетная Чем реальная И предлагает Назначить Ренфеста Его преемником В Лейдене Лейден В общем-то Был Вполне Известным Физическом мире Местом Во-первых Там конечно Лоренц Один из крупнейших Физиков Того времени Во-вторых Там Камерлин Конец Крупнейший Специалист По низким Температурам Открывшийся Сверхопроводимость И куча всего Ренфест По этому поводу Очень удивился Поскольку Он-то Пытался найти Позицию Доцента А тут Он предлагает Сразу Профессора В конце концов Все это Угодилось И в конце 12-го года Он действительно Приехал В Лейден Там Новоявленному Профессору Полагалось Прочитать Лекцию Такую Вступительную Типа Представление Типа Вот он и я Какой Он прочитал Лекцию По теории Относительности Как всегда Блестящие Лекции Он вообще читал Очень хорошо Ну и Вот стал Он профессором В Лейдене Завел Там опять же Семинар Для молодых Физиков Там Среди Его учеников Были Краймерс Очень известный Человек Среди его Учеников Несколько Позже Был Ферми Которым Он кстати Вернул Уверенность В своих силах До того Ферми Побывал В Гютингене Где его Математики Совершенно Закошмарили И он Решил Что он Ни на что Не будет После этого Он поехал К Оренфесту В Лейден Где Оренфест Его Уверил Что Ферми Вполне Можем Заниматься Физикой Ну и Там Тоже Многие Другие Он там Читал Лекции Лекции Оренфест Читал Вообще говоря Блестяще Был Такой Перерожденным Педагогом Он Тщательно Подчеркивал Центральные Наиболее Важные Места Вот не так Что все Равномерно И Главно Рассказывается Что уже Можно легко Забыть А зачем Собственно Все Это Говорится А Ну Простые Вещи Говорятся Мимоходом А центральные Вещи Подчеркиваются И обсуждаются На эту тему У него Было Такое Присловие Вот здесь Лягушка И прыгает В воду Что Примерно Соответствует Вот тут Собака Зарыта Или что Ни В этом Роди Но Там Через Несколько Лет Он Купил Дом В этот Дом К нему Приезжали Знаменитые Физики Со Всего Мира И Пошла Такая Традиция Что На одной Стене Дома Оренфеста Эти Физики Расписывались Эта Стена Насколько Я понимаю Сохранилась До сих Пор И там Можно Найти Автографы Всех Знаменитых Физиков Того Времени Начиная С Сейнштейна Бора Хайзенберга Паула И так Далее В общем Создатели Клантовой Механики Но И там Многие Другие Присутствия Ну Ладно Я пою Что У нас Уже Кончилось Время Я То Что Собственно Сделал Ренфест По Поводу Этих Правил Плантования Расскажу В следующий Раз А Ну Тогда На Сегодня Отчет Редактор субтитров Редактор субтитров Продолжение следует...